Для того, чтобы с детьми не произошло ничего плохого, необходима ежедневная напряженная профилактическая работа. И одну из первых ролей здесь вместе с правоохранительными органами играет Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав. Лето для его сотрудников, пора во всех отношениях жаркое. На контроле в комиссии состоит 108 несовершеннолетних за переход железнодорожных путей в неустановленном месте. Также состоит на контроле в этом году один несовершеннолетний подросток с зацепингом, который занимается. В прошлом году, хочу сказать, было таких зацепера четыре. Все выявленные нарушители вместе с родителями вызывались на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и понесли определенное наказание. Им предложили альтернативные, более безопасные формы летнего досуга. Помощь органам системы профилактики оказывают полиция и следственный отдел. Это и разъяснительные беседы, и использование возможностей социальной рекламы. Другое направление работы – обеспечение безопасности детей в лесных массивах, на воде и в быту. Сегодня мы рассматривали на комиссии по делам несовершеннолетних. Ребенка оставили с бабушкой, бабушка уснула, а ребенок с верхнего этажа, маленький ребенок, трехлетний, сидел на подоконнике. Хорошо, что люди заметили вовремя. Летом оставленные без присмотра малыши могут, забравшись на подоконник, выпасть из открытого окна, опершись на хлипкую москитную сетку. Такие случаи, к сожалению, не редкость. У отдела по делам несовершеннолетних Одинцовского управления полиции свои приоритетные направления работы. За шесть месяцев инспекторами ОДН раскрыто 19 преступлений, совершенных в отношении семи подростков. За вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков – одно преступление. За жестокое обращение с детьми, статья 156-я Головного кодекса Российской Федерации – восемь преступлений, которые совершили родители в отношении своих детей. За неоднократную розочную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним выявлено и направлено в суд восемь преступлений. И два преступления вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность также были выявлены, расследованы и направлены в суд. Самые тяжелые правонарушения в отношении детей расследует Следственный отдел областного управления Следственного комитета России. Это в первую очередь преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2016 году их число в нашем районе выросло. И здесь профилактика также выходит на первое место. Ведущая роль в ней должна принадлежать, конечно, родителям. Хочу обратить, наверное, особое внимание на данные преступления и попросить, чтобы все-таки родители в случае возникновения каких-либо опасений за своих детей, да, может быть, какие-то подозрения, что в отношении них осуществляется какое-то неправомерное действие, да, либо совершаются преступления. Незамедлительно обращались в правоохранительные органы. Главное, как можно чаще интересоваться делами своих детей, их окружением и времяпровождением. Тогда лето непременно пройдет безопасно и с пользой. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».